Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Значит, оттого четыре тысячи триста двадцать рублей Так, раз, два, три, четыре, пять Пять А у тебя без дачи нету, что ли? Нету. У меня тоже нету. А что делать? О, я придумал. Э, 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 ты что делаешь-то? Чё? Тебе ровно пять тысяч без дачи. Чё ты это? Ну что? Сдал? Сдал. Сколько? Пятьсот миллилитров. Ну ты монстр! Так, котлеты в холодильнике, щи в кастрюле на балконе. Что-то я ещё хотела. За Ульяной присматривай, пожалуйста. Я постараюсь побыстрее, сынок. Ты уроки главное дело. И я тебя умоляю, не сиди часами за компьютером, а? Мамочка! Доча моя родная, моя солнышко. Папочку слушайся, ладно? С Серёжкой не деритесь, хорошо? Угу. Веди себя хорошо. Так. Ну, вроде всё. Пока. Фух. Алё, Зин? Да, я. Дети пошли. Слушай, Зин, у меня столько для тебя новостей, ты себе не представляешь. Слушай сюда. Значит так, вчера. Нет, нет. Мы не можем принять ваши условия. Не можем. Понимаете, если сделка состоит на ваших условиях, мы потеряем 4 миллиона долларов. Нет, это не сильно по нам ударит, но бизнес так не делается. У нас нет другого выхода. Нет, давайте думать, давайте думать, как что-то придумывать. Мы готовы потерять максимум, ну, 500 тысяч. Максимум. Ваш счёт, пожалуйста. О! Э! Мы, во-первых, одну минеральную воду заказывали, а не две. И потом. Не было у нас никаких сливок. Кофе. Вы чё тут начитали-то? Чё началось-то, я не понял. Залахов, шо ли, держите? Девушка. Девушка, 10 секунд осталось. Девушка, всё! О! Девушка, 10 секунд осталось. Прошу. Сколько с меня? Тысяча восемьсот рублей. Сколько? Тысяча восемьсот. А чё вы мне налили такой дорогой коньяк? Ну, а как вы заказали? Коньяку! Вот если бы вы сказали, можно коньячку, это стоило бы вам триста рублей. Если бы сказали, будьте добры, коньячку, это шестьсот рублей, а вы коньяку! Хорошо, что вы ещё не сказали, человек! А ну быстро мне коньяку! Это стоило бы вам семь тысяч двести рублей за пятьдесят грамм. Вот так. Мы должны действовать как один слаженный механизм. Никаких сбоев и промахов. Берём банк и в разбег. Главное, ничего не перепутайте. Давайте всё повторим. Шестнадцать ноль ноль. Я захожу в банк. Шестнадцать ноль одна. Я заказываю кофе в ресторане. Шестнадцать ноль две. Ложусь в постель с любовницей. Шестнадцать ноль три. Я захожу в бильярдную. Шестнадцать ноль четыре. Я достаю пистолет, убираю охранника, подхожу к кассе и требую сложить все деньги в сумку. Ноль пять. Я пью кофе. Ноль шесть. Занимаюсь любовью. Ноль семь. Играю на бильярде. Ноль восемь. Я забираю все деньги и ухожу из банка. Ноль девять. Я допиваю кофе и иду сюда. Шестнадцать десять. Докуриваю сигареты, провожаю любовницу. Шестнадцать одиннадцать. Выигрываю партию, иду сюда. Шестнадцать двенадцать. Я прихожу сюда, мы делим все деньги поровну и разбегаемся. И главное, помните, мы все вместе. Мы банда. И ничего не перепутайте. С Богом. Пошли. Ну что там? Совсем кранты. Да вы не волнуйтесь. Все будет замечательно. Так. Вот так. Все. Готово. Ой. Спасибо вам огромное. Я уже, я уже и не надеялся. Вот. Вот вам. Ага. Спасибо. Ну что вы, это наша работа. Угу. Будет работа как часы. Счастливо. Спасибо. До свидания. Моя. Моя. А что я, это, она? А. 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 Продолжение следует... А, как быстро, доехал. По мнению метеорологов, самые большие неприятности этот ураган принесет штату Флорида. К российским новостям. Продолжается забастовка телевизионных операторов нашего телеканала. Основное требование – увеличение мизерной заработной платы. В противном случае они отказываются выходить на работу. Подробности в следующем выпуске. Следующий лот – ультрасовременный сейф нового поколения. 54 степени защиты, внутренняя и внешняя сигнализация. Эта модель сочетает в себе одновременно высокую огнестойкость и надежную защиту от взлома. Пожизненная гарантия фирмы. Как утверждают эксперты, если сейф закрыт, взломать его невозможно. Начальная цена – 20 тысяч рублей. 21 тысяча раз. 25 тысяч. 25 тысяч раз. 25 тысяч два. 30 тысяч. 30 тысяч раз. 35 тысяч раз. 35 тысяч два. 35 тысяч три. Родана. Спасибо. Итак, следующий лот. Ключ от сейфа. Стартовая цена – 50 тысяч рублей. Девушка, здравствуйте. Здравствуйте. Мне нужно, ну как бы это объяснить? Такая вещь, чтобы, ну понимаете, чтобы детей не было. Совсем-совсем. Какая хорошая машина. Да. Она как раз такую хотела. Так сколько вы говорите? 400 уе. Ого. Нет, ну вы же можете оформить кредит. Кредит? Да. Нет, ну кредит – это совсем другое дело. Оформляйте. Мне нужен паспорт. Паспорт? Да. Лейтенант Заделов, документы, пожалуйста. Так, Андрей Альбертович. Разберёмся. Вот, пожалуйста. Отлично. Минуточку подождите. Новости этого часа. Закончилась забастовка телеоператоров. Руководству телеканала удалось договориться с представителями забастовочного комитета. Заработная плата операторов будет увеличена в два раза. Новость, которая только что поступила по каналам Интерфакс. Грандиозный обвал цен на нефть был зафиксирован на Нью-Йоркской бирже. В связи с этим упал курс российского рубля. Как рассказывает наш специальный корреспондент, за последние несколько часов рубль подешевел в два раза. И ещё одна новость. Телевизионные операторы заявили о продолжении забастовки. Главная причина – мизерная заработная плата. А ты поступила, так это в голову никому не придёт. Как мог ты? Я забочусь о ней, о её благополучии куда больше твоего. Это видно хотя бы потому, что ты до сих пор видишься с ней. Добрый вечер. В эфире выпуск новостей. В студии Сергей Дорогов. Не бывало снегопад. Обрушился вчера на Карачаево. Ты посмотри, что они делают? Кто так играет, а? Кто так играет, а? Да посмотри, что они делают? Только не приходи ко мне, когда придётся всё исправлять. Не приду. То есть исправлять будет нечего, мам. А теперь посмотрите внимательно. Нет ли среди сидящих того, кто на вас напал? Карина, а ты у нас кто? Комарок. Молодец, держи. Уленька, а ты у нас кто? Козочка. Молодец, держи. Опять же. Ванечка, а ты у нас кто? Медведь. Молодец, держи. А ты у нас кто? Я тебе третий раз говорю. Я сантехник. Пришёл, чини сюда трубы. Молодец. Держи. Опа, народимая. Давай срочки разбираем. Так, пифа открывай. Нормально всё, успеваем. Давай. Так, отлично, отлично, отлично. Быстрее, опоздаем. Вот она. Ай, красава рака. Ништяк. Хорошо, всё. Кто болеет за Спартак, у того жена ништяк. Давай, ну. Слушай, мешает, да? Правильно, правильно. Никогда это собрались. Поехали. Давай. За победу. За нашу победу. Ага. Волна забастовок захлестнула телевидение. К недавно начавшейся забастовке телевизионных операторов присоединились гримеры и костюмеры. Переговоры с руководством пока не дали никаких результатов. Как сообщили представители забастовочного комитета, к их инициативе готовы присоединиться и другие телевизионные службы. Как только что мне сообщили, к забастовке телеоператоров, гримеров и костюмеров присоединились и звукорежиссёры. Ну что, коллега, желаю вам приятного аппендицита. Спасибо, коллега. И вам приятного аппендицита. Скажите, пожалуйста, вот такая фотография сколько будет стоить? 50 рублей. А ждать долго? Да нет, быстро. Пожалуйста. Спасибо. Свидетель, я обязан предупредить вас об уголовной ответственности за отказ от дачи показаний и за дачу заведомо ложных показаний. Статья 307 Уголовного кодекса Российской Федерации. Да, господин судья. Расскажите суду, какой у вас размер груди. Ну, какое это имеет отношение к делу? Третий, господин судья. Хорошо. А какого цвета у вас нижнее бельё? Красное, господин судья. Очень хорошо. Так, тогда сообщите суду, что вы делаете сегодня вечером. Ну... Ничего, господин судья. Очень хорошо. Очень хорошо. Тогда сообщите суду номер вашего телефона. 197-46-16. Статья 307 Уголовного кодекса Российской Федерации предусматривает лишение свободы до пяти лет. 616-53-85. До пяти лет. 86. Очень хорошо. Сегодня вечером суд заедет к вам, чтобы в каком-нибудь уютном ресторанчике более тщательно, более тщательно и подробно обсудить детали этого дела. Хорошо. Очень хорошо. Очень хорошо. Следующий. Ну, что, в парилочку? Легко. Золото надо оставить здесь. Легко. Мужик. Два. А. 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 Пошли. Работа телевидения практически парализована. Руководство категорически отказывается повышать заработную плату телевизионным работникам. А раз отказывается, то и пошли не нафиг. Я тоже не собираюсь тут в тенате одна и шачить за эти жалкие копейки. С вами была Галина Данилова. Галина Данилова. Галина. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА